здравствуйте дорогие друзья я всех очень рада вас приветствовать сегодня здесь нашем выпуске и сегодня бы я хотел поговорить на тему шаббата что такое шаббат для чего он нужен что следует делать шаббат а чего лучше и вовсе воздержаться и с самого начала бы хотел сказать разобрать вот это слово шаббат что оно означает переводе с иврита на русский шаббат это суббота суббота вообще является основным и ключевым праздником для всего еврейского народа все мы знаем что шесть дней созидал господь небеса и землю а в седьмой день прекратил и пребывал в покое когда всевышний вывел еврейский народ из египетского рабства он даровал им заповедь соблюдение шаббата вообще соблюдение шаббата это основа нашей религии шаббат это седьмой день недели суббота подготовка к шаббату многих начинается самое начало недели у кого-то середины все мы ходим по магазинам и видя что-то вкусненькое мы это покупаем с тем намерением а кто-то даже проговаривает что это для суббота для самого прекрасного замечательного праздника на этой неделе когда мы встретимся с семьей когда мы будем все сидеть за прекрасным шаббатным столом и вкушать эти явства подготовкой к шаббату занимается каждый член семьи как правило в еврейских семьях абсолютно нормальное явление если 5 8 10 детей каждый из членов семьи занимается различным делом по подготовке к шаббату кто-то стелит чистые простыни на кровати кто-то стелит скатерть белую на стол кто-то расставляет посуду кто-то готовит еду моет полы протирает пыль и каждый это делает с наслаждением с одушевлением в предвкушении этого замечательного дня этого замечательного праздника шаббата шаббат начинается зажигание свечей в пятницу вечером и кончается в субботу вечером зажигание свечей за 18 минут до захода солнца а в иерусалиме за 40 минут до захода солнца точное время в вашем городе вы можете посмотреть либо в еврейском календаре либо в на сайте указав свой город вам будет указано точное время когда вам следует зажигать свечи после зажигания свечей евреи принимают на себя шаббат как правило свечи зажигают женщины и девочки но если в доме оказалось так что по тем или иным причинам не присутствует женщины то мужчина сам должен зажечь свечи где можно собственно соблюдать шаббат да в любой точке мира или даже если вы отважились прилететь в космос даже там у вас есть уникальная возможность соблюдать шаббат шаббат это то прекрасное время когда мы отодвигаем от себя все дела остаемся наедине со всевышним и со своей семьей у нас есть 39 запретительных работ которые мы не можем осуществлять в субботу шаббат и к ним относятся как езда на машине разговоры по телефону общение с гаджетами да разнообразными разжигания костра и так далее и кто-то может испугаться подумать ну как же так но постойте на самом деле с одной стороны это запреты с другой стороны это такое счастье когда с неделю ты можешь уйти из всего этого внешнего мира убрать все ведь недели каждый из нас тот работает кто-то улучшить идет свой бизнес каждый из членов семьи приходит в разное время домой и не каждый день возможно и не одного дня в течение недели мы не можем собраться вместе и поужинать и поболтать и спросить как у друг другу дела лишь в пятницу вечером да и до конца суббота вечера у нас есть такая уникальная возможность побыть с семьей уйти от всего этого внешнего мира и остаться наедине самыми родными близкими пригласить друзей побыть со всевышним в этот день необходимо заповедованным наслаждаться явствами да общением с нашими близкими родственниками друзьями общением со всевышним чтение прекрасных замечательных книг вот что нам заповедовал всевышний и с одной стороны кажется что огромное количество запретов но с другой стороны это оказывается огромным благом для нас поэтому я каждому из вас желаю чтобы у него была такая уникальная возможность раз в неделю в шаббат в субботу уйти от всего внешнего мира остаться наедине со своей семьей соблюдать шаббат соединиться со всевышним и со всем народом израиля всем каждому желаю этого всего вам самого доброго всего прекрасного и чудесного шаббат салом спасибо спасибо